Привет, дорогие зрители, и добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы расскажем вам о звезде Гарри Поттера, обладателя знаменитой волшебной шляпы и одном из самых обожаемых актеров в мире кино Дэниэле Рэдклиффе. Вы узнаете 10 удивительных фактов о жизни и карьере этого талантливого актера. Дэниэл Рэдклифф начал свою актерскую карьеру совсем молодым. В 2001 году, когда ему было всего 11 лет, он был выбран для главной роли Гарри Поттера в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Его аудиция была его первым опытом перед камерой, и он сразу впечатлил режиссера Криса Коламбуса своим талантом и непередаваемой харизмой. Интересно, что Дэниэл Рэдклифф, несмотря на свою роль мага, имеет фобию перед змеями. Тем не менее, он согласился сыграть сцену с Пайтоном в первой части фильма «Гарри Поттер» и «Философский камень без страховки», что вызвало множество восхищенных отзывов за его профессионализм. Дэниэл не может завязывать шнурки. В 2008 году Рэдклифф признался, что страдает редким неврологическим расстройством – диспраксией. Заболевание характеризуется нарушением двигательной функции и выглядит как неуклюжесть. Из-за болезни актер не может самостоятельно завязать шнурки и пишет, как курица лапой. Рэдклифф не только актер, но и писатель. В 2007 году актер опубликовал свои стихи под псевдонимом Джейкоб Гершон. Джейкоб – второй имен Рэдклиффа. Гершон – еврейская версия девичьей фамилии матери. Спустя годы актер признался, что ему не нравятся собственные произведения, назвав их при этом ужасными. Дэниэл Рэдклифф открыто говорит о своей борьбе с алкогольной зависимостью, которая возникла в его подростковом возрасте. Он успешно справился с этой борьбой и стал вдохновляющим примером для многих людей, демонстрируя, что даже сложные проблемы можно преодолеть. Дэниэл Рэдклифф бросил школу, еще одна звезда пополнила список знаменитостей, бросивших учебу. Дэн учился в престижной школе, но он стал жертвой школьной травли из-за роли Гарри Поттера. Одноклассники его не взлюбили, и школу пришлось бросить. Но образование он все же получил. Как и многие другие дети-актеры, Дэниэл занимался с репетиторами во время перерывов между съемками. В дополнение к своей работе в кино, Рэдклифф активно участвовал в театральных постановках. Его роли в пьесах получали высокие оценки критиков и аудитории, и он доказал свою универсальность как актер. Дэниэл Рэдклифф попал в Книгу рекордов Гиннеса. В 2009 он стал рекордсменом в категории самых высокооплачиваемых актеров киноиндустрии. Дэниэла Рэдклиффа по праву можно считать одним из самых работящих актеров среди детей в истории. За 10 лет съемок в серии фильмов о Гарри Поттере он пропустил всего лишь два дня. И на эти два дня у него, само собой, нашлась уважительная причина, потому что с самого начала он зарекомендовал себя как актер, который серьезно относится к делу и всецело предан ему. В 2013 году на съемках фильма «Рога» Дэниэл случайно выпил антифриз вместо воды и получил серьезное отравление. Актер поделился подробностями. Организаторы съемок побоялись, что ночью вода в трейлерах может замерзнуть, поэтому добавили в нее антифриз. Эта вода не предназначалась для питья, а я об этом не знал, поэтому налил целую чашку воды и выпил до дна. Через несколько минут мне стало так плохо, что пришлось вызвать скорую помощь. Вот и все. Надеюсь, вам понравилась наша подборка фактов о Дэниэле Рэдклиффе. Если у вас есть любимый факт или интересная история о нем, поделитесь ей в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о ваших любимых звездах. До скорой встречи!